Ульяна Орлова Сюжет книги «Через тернии к дому» строится вокруг подростка Антона, который остался в детском доме по воле родителей, которые уехали на заработки и оставили его там одного. Ему там не нравится, он чувствует себя одиноко, происходят постоянные стычки с местными хулиганами, и от этого ребенку становится очень тяжело. В итоге он решает сбежать из детского дома в свой родной город. По пути в свой родной город Антон встречает отбившегося от семьи малыша Славку, и вместе они отправляются в приключения. Эти приключения даются ребятам очень тяжело, сложно, но они с этой задачей справляются, и в книге все заканчивается благополучно. Книга будет полезна прежде всего тем родителям, которые считают, что для их ребенка необходимы материальные блага, покупка смартфона или модной одежды. Но на самом деле каждому ребенку необходимо находиться с родителями рядом, ощущать их заботу, внимание и любовь. Дети, как известно, быстро растут, и бывает такое, что ты не успеешь оглянуться, как твой ребенок вырастает, и из малыша превращается в взрослая личность. И очень важно понимать, чем твой ребенок занимается, что ему интересно, какие преследуют цели, и также очень важно вырастить из него достойного взрослого человека. Эта книга учит любви детей и взрослых. Главные герои относятся к друг другу по-братски. Это чувствуется на страницах книги, когда они преодолевают совместно различные сложности, препятствия по дороге к дому. Детям понравятся произведения с захватывающим сюжетом и приключениями, потому что здесь раскрывается особенность жизни в детском доме, а также очень интересные и захватывающие встречи с хулиганами, которые также проживают в интернате. Автор на страницах книги пытается объяснить детям такие важные наши взрослые жизненные вопросы, показать жизнь, какая она на самом деле есть, и тем самым выстроить доверительные отношения между подростком и взрослым человеком. Это книга о доме, который так важен каждому из нас. Она обогащает душу, оживляет загрубевшее сердце и заставляет задуматься о наиболее важных вещах. И если она поможет нам стать хоть чуточку лучше, поможет нам вспомнить о доме и найти дорогу к нему, то значит труд автора был не напрасен. Почему нельзя сделать так, чтобы не было в мире интернатов и детских домов? Чтобы не было этих слез безысходности, этого отчаяния, когда тебе становится все, все равно, размывается граница законов и совершается преступление. Общество торопится, общество развивается и перешагивает через ребенка. А ребенок подрастает, перешагивает через общество, через его нормы, через законы, через мораль. Как с вершины горы не видно грязи и не слышно людских криков во время пожаров и потопов, так и с вершины общества не видно всего ужаса, дна, куда спускается под рошей, детдомовец или беспризорник. Почему? Почему его тянет именно туда? Может быть потому, что чувства, выросшие внутри него, тождественные чувства, которые наполняют это дно. Боль, обиды, борьба, подавление борьбы, отчуждение и в результате свернутая пружина ненависти или равнодушия. А может просто теряется смысл жизни, ведь он не нужен никому. Книга Ульяны Орлова «Через тернии к дому» рекомендую к прочтению.